От их профессионализма зависит наша безопасность. Уже пятый год подряд «Газпром» газораспределения «Калуга» проводит конкурс профессионального мастерства. Сначала слесари соревнуются в своих подразделениях. По двое лучших от каждого филиала приезжают уже на этот конкурс в «Калугу». Прежде всего смотрим, какой уровень технической подготовки, технической грамотности наших сотрудников, для того, чтобы они могли более квалифицированно и грамотно проводить техническое обслуживание. Вопросы обслуживания внутридымового газового оборудования в последнее время уделяется огромное значение. Изданы ряд законодательных актов и документов правительством, которыми регламентированы деятельности, регламентирован объем работы. Прежде всего участникам конкурса необходимо преодолеть часть теоретическую. Три вопроса в билете, как на экзамене. Оценка по 10-балльной шкале. Второй вопрос. Реброй безопасности при производстве работы технического службы внутридымового газового оборудования. Во-первых, нужно прийти, открыть форточку, проверить утечку газа при приводе. И при необходимости поставить заглушку прибора, отключить газа, провести какие-то преработы, какие нужно сделать по остранению неполадок. Уровень подготовки участников не сильно разнится. В прошлом году у лидирующей пятерки были примерно одинаковые баллы. Опередил всех с небольшим отрывом мастер из Кирова. В профессии Владимир уже 21 год. Опыт опытом, а подготовка перед конкурсом должна быть серьезной. Билеты есть, учим, литература есть, книжки. Учить, а иначе бесполезно. Надо же ответить тоже профессионали. Они отвечают на теоретические вопросы. Это касается именно безопасности работы и самой технологии работы, чтобы они знали. И еще они отвечают на вопросы, которые касаются именно эксплуатации газового оборудования новейшего поколения. Газового оборудования новейшего образца касается и вторая часть конкурса. Практически. Техника, как живой организм. А плошек не прощает. А лучшие в области мастера и не планируют ошибаться. В практике я задаю вопросы именно по поводу диагностики несправности. И спрашиваю о основных элементах компонентов на котлах в баксе. И, соответственно, первый момент, я сегодня задал вопрос первому участнику, это как пользоваться определенным прибором, скажем, тестером. Потому что ребята сталкиваются каждый день именно с сложностью нахождения тех или иных несправностей. Найти требуемый датчик, определить тягу, сделать все задания быстрее и качественнее всех – цель не главная. Ведь каждое такое мероприятие, кроме победителя, позволяет определить общий уровень подготовки сотрудников, от которого и зависит безопасность в наших домах. Синя Ушакова и Артем Сосни для Легко. Ну а в гостях у нас Алексей Юрьевич Романов, генеральный директор ООО «Газпром» газораспределения «Калуга». Доброе утро. Доброе утро. Ну и тема у нас – подведение итогов профессионального конкурса мастерства, который прошел недавно, и вот сюжет мы о нем видели. Но сюжет-то увидели. О том, даже как профессиональный конкурс проходил, на какие вопросы они отвечали. А вот имя победителя не узнали. Так что, Алексей Юрьевич, барабанная дробь и объявляем. Это Владимир Ревинский, слесарь из города Людинова, который занимается «Калуга». Он у нас победителем стал. То есть в 2014 году лучшие слесары живут в Людиново? Да. Нет, но они у нас и здесь живут. У нас все слесари хорошие. Просто уровень мастерства, наверное, за год подрос. Потому что в этом году мы не ожидали. У нас обычно разыгрывается первое, второе, третье место. Так вот у нас победителей в этом году получилось шесть. То есть один занял первое место, я уже говорил. Два представителя у нас из города Калуги и еще там три третьих места получили. То есть сами понимаете, что уровень, вот баллы совпали абсолютно. То есть так вот... Небольшой разрыв был по баллу. Вообще абсолютно небольшой, да. Уровень подрос, очень подрос. И это отметили даже наши представители, гости фирмы «Бакси», которые, так сказать, выступали с учредителями этого конкурса. Ну, профессиональный конкурс, да, профессионального мастерства, он подразумевает повышение квалификации. То есть о том, что уровень растет, это было очевидно. Но вот сейчас вот таких вот профессионалов в вашем ведомстве, их достаточно, их хватает, вы справляетесь с нуждами? Справляемся. С нуждами мы, конечно, справляемся. Но, естественно, нам... Мы ощущаем серьезную нехватку именно вот в этом сегменте своем. Потому что квалифицированного грамотного слесаря, несмотря вроде бы на простоту обслуживания газовых приборов, так сказать, заполучить довольно сложно. Это люди, которые... Вот победители, это, конечно, люди, это инженеры своего дела. Так говорить с большой буквы инженером. Потому что они разбираются, техника сейчас уже стала довольно сложная. Они в этом хорошо разбираются, показывают и теоретические знания, навыки, и практические знания. Могу сказать, что хорошего слесаря найти сложно. Вот вы сказали хорошего слесаря, да? Давайте попробуем с вами составить такой общий портрет человека, которого вы представляете как настоящего профессионала слесаря. То есть какими он должен обладать качествами, на ваш взгляд? Ну, прежде всего, его техническая грамотность, конечно, должна. Это немаловажно. Я бы даже сказал, что слесарь, это, знаете, вот, это, наверное, режет слух, да, что кто-то слесарь. На настоящее время это уже, будем говорить, инженер. Это человек инженерного, нормального, абсолютно инженерного уровня, с хорошим образованием. По крайней мере, у людей, у которых есть тяга к этому. Некоторые бывают просто вот... Я говорю, знаешь, что уже наблюдаю не один год за слесарями, да, и смотрю, что вот победители, как правило, люди, увлеченные своей профессией, которые разбираются, которые вот, ну, к технике, с техникой на «ты», как говорится. То есть они любят эту свою профессию, поэтому и показывают такие результаты. Ответственность должна быть на высоком уровне? Конечно. Ответственность, прежде всего, хорошая коммуникабельность, потому что они постоянно общаются с людьми, постоянно находятся, вот, так сказать, в контакте с людьми. У людей разные проблемы, разные там требования, разные желания там. Иногда непонимание. Иногда, да. Иногда непонимание, иногда нежелание. То есть мы приходим, нас, бывает, и не пускают обслуживать, зачем пришли, что пришли. Но это, прежде всего, направлено только на одно – на безопасность. Прежде всего, на безопасность владельцев газового оборудования. Вот, кстати, раз уж мы затронули эту часть нашего разговора, говоря о безопасности, когда приходят ваши специалисты, чтобы люди реально могли отличить, то есть специалиста вашей службы от какого-нибудь злоумышленника. Какие правила безопасности нужно соблюдать, когда ты пускаешь профессионального слесаря к себе в дом? Или как отличить непрофессионала? Ну, прежде всего, ну, конечно, это может показаться странным, ну, не странным, но такой вопрос, конечно, уходит в спецодежде. А потом у каждого слесаря имеется удостоверение служебное. Можно попросить его показать это удостоверение, он его предъявит обязательно. Если уже совсем полный недоверие, наберите 04, позвоните в диспетчерскую службу и спросите, работает ли такой слесарь у вас. Вот у меня тут стоит такой-то слесарь с такой-то фамилией. А заранее служба не предупреждает о визите специалиста? Когда предупреждают, когда не предупреждают, когда обход идет. Ну, бывает, что сейчас, конечно, мы стараемся согласовывать графики, потому что и объявления, бывает, расклеивают на, особенно на многоквартирных домах, чтобы находились домовладельцы. И график меняем, посещение, потому что, ну, сами понимаете, рабочий день днем, у всех рабочий день днем, да, поэтому стараемся и в вечерние часы обслуживать. Но, опять же, вечерние часы влекут за собой определенную сложность. То есть вечером не особо все расположены допускать, да. Ну, во-первых, просто безопасность, кто пришел, какой слесарь, откуда, что. Все добрые дела с утра делаются. Да. Вот такие проблемы бывают именно вот в попадании для осмотра газового прибора. Ну, смотрите, да, подытожим. Для того, чтобы вы чувствовали себя в безопасности, друзья, если вас заранее служба не предупредила, и вы не понимаете, что за специалист стоит у вас за дверью, нужно всего лишь спросить, поинтересоваться его удостоверение личности, запомнить имя, фамилию, из какой он службы, и, соответственно, позвонить по этому телефону, уточнить, так ли это или нет. Простая техника безопасности, и тогда все в вашей семье будет в порядке, и газовое оборудование в том числе. Но вот раз уж мы говорим о профессионалах, вот с какими навыками и каким образованием к вам в организацию могут приходить люди для того, чтобы устроиться на работу? Ну, образование, конечно, желательно иметь техническое, средне-техническое образование, то есть сейчас это, наверное, технический колледж, раньше эти были училища, профессионально-технические училища. Ну, с инженерным так это вообще, наверное, редкость, потому что люди с инженерным образованием сейчас вообще редкость. Ну, естественно, конечно, каким-то образом разбирающиеся в технике вопросов, понимании вопросов и вообще, с чем они столкнутся. Но мы постоянно проводим обучение своих слесарей, у нас постоянно проходят аттестации, это связано с правилами безопасности эксплуатации газовых приборов, и есть свои определенные уровни аттестации, квалификационные отборы, там, тоже так, внутренние дела, постоянный тренинг, поэтому если люди приходят с какими-то навыками техническими, ничего страшного, в процессе работы они довольно быстро обучаемы. То есть мы говорим о том, что человек должен прийти неравнодушный, а если ему понравится дело, то у него будут все возможности, чтобы обучиться ему до малейших тонкостей, тем более, как мы видим, уже и в Людиново, и в Калуге, и везде профессионалы, отрыв маленький, минимальный. Да. Научат, научат, помогут, подскажут. Хорошо, что вы к нам пришли, потому что такой важный вопрос. Договор на техническое обслуживание газового оборудования. Вот для чего он нужен, и как его можно заключить? Ну, заключить его довольно просто. Это достаточно обратиться на газовый участок, либо на филиал. Вот, значит, цена договора, она там обусловлено рассчитывается из количества обслуживаемых приборов и степени их, так сказать, сложности этих приборов. Сам договор определенно, это, значит, заключение договора, определено 410-м постановлению правительства Российской Федерации о правилах эксплуатации газовых приборов. Ну, а сами мероприятия направлены прежде всего на техническое обслуживание. Ну, как мы техническое обслуживание прям любого, ну, любого прибора. Машину мы обслуживаем, кофеварку мы обслуживаем, там, холодильник мы моем, протираем. Почему не обслуживать, непонимание возникает в процессе обслуживания котла, плиты или вытяжки, ну, я имею в виду водогрейной колонки, не вытяжки. То есть нужно вообще посмотреть правильность установки приборов. Люди зачастую заклеивают вентиляционные решетки, переносят газовые приборы. Это бывают вопросы, связанные с неправильным подключением. Ну, есть нюансы, есть нюансы, которые необходимо осматривать, приборы необходимо осматривать. Говоря простым языком, вашу организацию, с вашей организацией этот договор подписывается для того, чтобы нормальные, квалифицированные, сертифицированные специалисты обслуживали газовую оборудование, которая стоит у людей в доме. Правильно? Вот это мы и выяснили. Спасибо вам огромное, Алексей Юрьевич Романов. Сегодня был в нашей студии генеральный директор ООО «Газпром» газораспределения Калуга.